Возрождением традиций Башкир в Ноябрьске есть кому заниматься. В нашем городе уже несколько лет работает общественная организация Курултай Башкир. В этом году ей удалось выиграть президентский грант. На что пойдут эти деньги, расскажет сегодня председатель общественной организации Гульнара Глухарева. Гульнара Ренатовна, здравствуйте. Давайте начнем немножко с предыстории. Как давно в Ноябрьске существует общественная организация Курултай Башкир? Курултай Башкир в Ноябрьске существует уже 2002 года. Кстати, в прошлом, в 2017 году наша организация исправила 15-летний юбилей. Сначала, изначально это было отделение Тюркской национально-культурной автономии. Была такая организация, если помните, она была региональная. И в Ноябрьске существовало башкирское отделение. Было и татарское, и азербайджанское. Вот это башкирское отделение, в итоге оно росло, прибывали люди, вступали в это отделение. Но потом уже стало тесно быть отделением, и решили зарегистрироваться как отдельная общественная организация. Уже с 2002 года Курултай Башкир, как отдельная, скажем, национально-культурная автономия, работает в нашем городе. Спустя несколько лет она утратила свою юридическую силу. Я как председатель была избрана в 2013 году, и мы заново зарегистрировались в Минюсте, и с тех пор работаем. Поподробнее расскажите, какие основные направления деятельности общественной организации? Ну, конечно, основная цель нашей организации – это возрождение национальной культуры башкирского народа. Ведь башкирский народ – это вообще четвертый народ в России, после русских, украинцев, татар. Это четвертый народ. И у нас в Ноябрьске, на Ямале, скажем, в общем, это именно тот народ, который строил город. Потому что было очень много организаций башкирских, знаменитые башкирские УБР, да, мы помним. Я хочу сказать, что башкирский народ внес очень большой вклад в строительство нашего региона. И люди, выходцы из республики Башкортостан, их в нашем регионе тоже очень много. Именно наша организация «Курултай Башкир» – это не чисто такая организация, которая состоит из башкир. Здесь могут быть и татары, выходцы из республики Башкортостан, и русские, и вообще чуваши, и вообще люди разных национальностей. Если они чувствуют, что они выходцы из этой республики, и их тянет к своей родной земле, они хотят изучать свою культуру, видеть вот эти праздники, видеть, слышать, как звучит родная речь, да, вот, пожалуйста, они всегда могут приходить к нам, вступать в нашу организацию и быть в числе членов нашей организации. Мы вместе с ними делаем, проводим различные мероприятия, потому что каждый полезен в той или иной области, и для этого не обязательно быть там башкиром конкретно. Вот, поэтому мы вот за дружбу народов в то же время, и в то же время, конечно, мы пропагандируем башкирскую национальную культуру, башкирский язык, и... Виды спорта национальных. Мы желаем за здоровый образ жизни, ну, и в своих мероприятиях вот всячески стараемся это отражать. В течение последних четырех лет мы участвовали, сказать, во многих мероприятиях городского, окружного характера, но мы везде участвуем, и в культуре, и где бы какие конкурсы ни проходили. Спасибо нашим коллегам, и управлению культурой, и образованию. Они никогда о нас не забывают, всегда приглашают в свои мероприятия, конкурсные мероприятия. Ну, мы рады участвовать и побеждать, и поддерживать друг друга. Вот вы сказали о популяризации здорового образа жизни. Насколько я понимаю, да, одно из направлений вот в этой части вашей работы, это борьба на поясах, секция борьбы на поясах, борьбы крэш. Расскажите, пожалуйста, что это за вид спорта, сколько людей он объединяет, вообще пользуются ли в городе популярностью? Ну, конечно, борьба на поясах, татаро-башкирский национальный спорт крэш, он всегда популярен в народе. Вот раньше, когда у нас еще не проходили Сабантуи в нашем городе, да, это еще было в начале 90-х годов, люди ждали лета, чтобы поехать на родину, там, попасть, хоть как-то попасть на Сабантуи, и каждый старался там показать свою удаль, свое мастерство. Ну, сейчас, слава богу, эти праздники у нас проходят, и у нас, в наших городах северных, и татаро-башкирский спорт, крэш, конечно, это как главенствующий такой номер вот на Сабантуях. И для того, чтобы участвовать, каждый сам себя готовил к этому празднику, сам лично себя там тренировал, может, кто-то дома занимался, может, где-то в спортзалах, кто-то кому-то показывал. И вот ко мне, как председателю, очень много было обращений. Вот где бы, а у нас нет в городе, где заниматься вот этой борьбой, где бы это все увидеть? Вот люди только в интернете ищут там правила, это все, да, вот именно техники, как этим заниматься. И вот еще в 2013 году изначально член нашей организации, я тоже, мы обращались к начальнику физической культуры и спорта с таким желанием, что вот хотелось бы организовать такой вид спорта, но было, конечно, проблематично. Все-таки в муниципальной структуре, вы знаете, это все там четко распределены ставки, и начинали общественники на общественных началах, и все это как-то вот заканчивалось. Но потом мы решили, что все-таки надо искать другой путь. И в прошлом году, в 2016 году, мы разработали проект, который называли «Семейный спортивный клуб Крэш». Почему семейный спортивный? Вот именно с такой целью, чтобы дети уже с малых лет совместно с папами, старшими братьями уже могли приходить в какое-то определенное место, в определенный спортзал, и чтобы они видели, как это все происходит, как надо тренироваться, какая форма должна быть. И, конечно, мы изучили сначала сами историю национальной борьбы, откуда она берет свое начало. Это очень интересно. Мы провели таких разъяснительных информационных мероприятий для новеньких, скажем, пришедших в наш клуб. И вот таким образом начали свою работу. Я уже сказала, был разработан проект. Этот проект мы отослали на конкурс грантов в Департамент внутренней политики округа. И вот благодаря этому конкурсу мы выиграли этот грант. И вот уже в 2016 году мы начали организацию этой работы. Когда мы подали объявление, это вот, ну, как-то люди вот сразу отреагировали. Очень много было звонков, очень много писали в группах. У нас есть группа земляки в Вайбере. Вот мы общаемся с земляками, там уже более 200 человек. И вот реакция была хорошая, что мы поняли, что мы не прогадали, что это нужно людям, это интересно людям. И вот таким образом потом уже вышли на управление спорта. Через некоторое время нам предоставили спортивный зал по улице 8 марта, зал единоборств. И выделили нам время для тренировок. Каждую субботу с полшестого до полвосьмого наши борцы тренируются. Стали приходить семьями и малыши, и средний возраст, и старший возраст, и уже такие родители уже тоже, вот кому это небезразличные, интересные. И вот таким образом мы же набрали большое количество людей. Более 30 человек уже посещают клуб. И с удовольствием занимаются. В общем, я хочу сказать, что людям нравится. Еще не начали заниматься, мы уже получили и приглашение на соревнования федерального уровня. Потому что мы знаем, что существуют федерации по национальной борьбе. Они зарегистрированы в республике Татарстан и в Башкортостан. И вот эти вот две большие организации в разных регионах России проводят турниры регионального общероссийского значения. И вот когда мы уже организовали свою группу в социальных сетях, уже все, и, видимо, информация уже пошла, и тут уже пошли звонки, стали приглашать. Ну, конечно, мы еще для этого еще не созрели, для такого масштабного мероприятия, для таких серьезных мероприятий. Ну, думаю, что созреем со временем. Я хочу сказать огромное спасибо Валееву Имаму Валеевичу. Это тренер, который взялся тренировать наших борцов. Раньше Имам Валеевич, он на Сабанту, и мы его приглашали, он был главной судьей на наших праздниках. Это человек, который уже изначально полностью знает всю технику, как оно должно быть и вообще, как это все организовать. Благодаря вот Имаму Валеевичу, конечно, мы идем вперед быстрыми шагами. И надеюсь, что в предстоящем турнире, о котором вот сейчас мы уже, наверное, будем говорить, мы покажем хорошие результаты. Заинтересовались и муравленковцы, они уже к нам приезжали. Кстати, Муравленко тоже город, очень заинтересованный в этом виде спорта. Они даже пытаются зарегистрировать федерацию национальной борьбы КРЭШ по Ямало-Ненинску автономному округу. Но, конечно, мы с ними сотрудничаем, и я думаю, у нас будут с ними результаты. Потому что Муравленко тоже много борцов. У нас было вместе с ними такое совместное мероприятие спортивно-информационного характера. Было очень интересно. Муравленковцы показали мастер-классы ноябрьцам. Ну, ребятам очень понравилось. Далее вот в таком роде клуб работает, но для того, чтобы провести турниры, это же грандиозное мероприятие. Естественно, опять нужны какие-то финансы. И далее мы подали уже усовершенствовать свой проект, уже его дополнив, мы отправили на конкурс президентских грантов. И вот мы там тоже одержали победу и получили президентский грант для проведения окружного турнира. Турнир запланировал на 10 марта 2018 года. Здесь будут приглашены борцы всех городов Ямало-Ненецкого автономного округа, но и Ханты-Мансийского автономного округа. Также будут приглашены борцы и судьи республик Башкортостан и Татарстан. Так что будет очень много гостей. Будут приезжие артисты. В честь борцов мы постараемся организовать и хороший концерт, концертную программу. Но хотелось, чтобы это было мероприятие очень ярким, красивым, запоминающимся. Не только хорошими и интересными подарками, но и само, чтобы мероприятие было очень зрелищное. Мы, конечно, очень для этого стараемся. Подготовительные работы уже начались. Организационный комитет у нас работает. Уже понятно, где это будет происходить. Выбрана какая-то площадка? И понятно, как будет организовано это мероприятие? Ну, насчет площадки мы пока еще, вот у нас идут спорные вопросы. Хотели, конечно, чтобы это было в городе, в зените, но мы так посмотрели по графику. Если у нас получится, конечно, хорошо. Но неплохо было бы это организовать и в Центре духовно-нравственного воспитания в Озерном. Потому что это удобно. Там и гостиница, и спортзал, и сцена, сценичная площадка есть. В общем, вот мы рассматриваем вот эти два объекта. Ну, а вот подскажите, как только будет организован этот городской турнир, принять участие в нем смогут только борцы, которые приходят в вашу секцию? Или любой человек, просто любитель, может прийти и попытать свои силы? Ну, конечно, любитель тоже может прийти. Так же, как и на Сабанту, у нас же приходят люди с улицы, как говорится, захотели попытать свою. Потому что там будут именно номинации для участников, вот для таких любителей, как вы говорите. И будут именно номинации для уже специалистов. Профессионалов. Профессионалов. Таким образом, могут прийти любой желающий. И любой желающий, конечно, если хочет победить, для этого, пожалуйста, есть зал, есть тренер. Пожалуйста, приглашаем. Приходите, занимайтесь. А женщины проявляют интерес к борьбе? Да, проявляют, как ни странно. Мы даже не ожидали. Совсем молодые девушки звонят. Говорят, а можно и к нам тоже прийти? Ну, конечно, можно. Никому запретов нет. Можно всем прийти. И бабушкам, и дедушкам, и девушкам. Девушки приходили несколько раз, но пока еще брать полотенца, закручивать друг друга, поднимать и выкидывать еще не пробовали. Но, может, у нас и будет какая-то команда для девушек, если соберутся. Но пока их еще мало. Вообще интересуются. А есть какие-то ограничения? К примеру, там, допустим, может быть, нельзя заниматься детям младше семи или десяти лет, или, может быть, какие-то физические ограничения? Ну, физические ограничения, ну, конечно, как и любой спорт, это должно быть разрешение медицинского персонала, чтобы не было никаких запретов, чтобы не повредить, как говорится. Потому что спорт спортом, потому что это тоже жесткий вид спорта. А для здоровых людей, конечно, нет никаких ограничений. Возрастных ограничений тоже нет. С четырех лет вот у нас есть малыши, которые приходят с папами. Но для них, конечно, не всегда бывают пары. Все-таки тренер уже подбирает по весу, по возрасту, весовая категория, возрастная категория. Если все категории совпадают, если тренер видит, что все нормально, и со здоровьем тоже у человека все хорошо, почему бы и нет? Любой желающий может обратиться и приходить, и заниматься. Ну, вот сейчас этой весной пройдет первый в городе турнир. Вот скажите, есть ли в планах сделать его ежегодным, может быть? Конечно, конечно. Хочется, чтобы это не было вот в рамках проекта. Все это вот громко вспыхнуло и затухло. Чтобы такого не было, для этого и существует клуб. Мы же для этого и начали свою деятельность, чтобы было у него долгое продолжение. И вообще, конечно, в дальнейшем, дай бог, если у нас получится, но все зависит от тренера. Если тренер у нас будет работать на ставку, ну хотя бы на полставки, естественно, это все не заглохнет, не затухнет, и продолжение будет. Пока на данный момент мы, конечно, обращаемся в управление спорта и главе города с таким вопросом, что нужна нам поддержка вот именно в этом плане. Чтобы тренер работал на зарплату. На зарплату работал для того, чтобы, ну, энтузиазм введите. Это дело такое, сами знаете. Спасибо, конечно, ему, что уже долгое время уже наш тренер уже и так за спасибо работает. Но хотелось бы, чтобы в дальнейшем это было конкретно. Нужна конкретика. Вот от этого все зависит. Галина Ринатовна, я хочу пожелать вашей организации успехов, реализации всех планов, вас поблагодарить за интересную беседу. А я напомню, что наша студия открыта для всех, и если у вас есть тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40.